С 4 по 10 сентября в нашем округе зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварии три человека получили ранения, двум участникам дорожного движения оказали медицинскую помощь. 25 транспортных средств получили механические повреждения. Подробности аварии, которая случилась 8 сентября рано утром на трассе Соликамск-Красновишерск, нам рассказали в ГИБДД. Двигался автомобиль марки Ford Transit под управлением 66-летнего водителя, который, по предварительной информации, при повороте на улицу Матросова не предоставил преимущества движения транспортному средству пользующимся преимуществом и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ под управлением 48-летнего водителя. Пострадавшему в аварии водителю ВАЗа понадобилась помощь медиков, машинам же вмешательство автомехаников. По факту ДТП проводится проверка. Всего за минувшую неделю дорожные полицейские пресекли 167 нарушений правил дорожного движения. Среди них вождение в нетрезвом виде, обгон, езда без прав и другие. Сотрудники Соликамской госавтоинспекции напоминают, что водитель обязан уступить транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, является административным правонарушением, предусмотренным частью 2 статьей 12.13 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. О нарушителях ПДД можно и нужно сообщать по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. Анонимность гарантируется. Анонимность гарантируется.